МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Сергей Денцов. И сегодня мы расскажем. В чрезвычайной ситуации плотное задымление. В БСМП прошли плановые учения по отработке действий персонала в случае пожара. Штрафы за мусор. Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды провела рейд по контейнерным площадкам. Исправны ли печи в частном секторе Гродно? Результаты проверки. Финальный этап празднования юбилеем. В честь своего десятилетия сотрудники Следственного комитета посадили аллею берез в Калужском парке. Белорусское наследие. В Гродницком центре народного творчества открылась новая выставка мастеров. 2097 новых случаев за сутки. Таковы данные по распространению коронавируса в Беларуси. Всего с начала пандемии в стране этот диагноз был подтвержден более чем у 580 тысяч человек. Ситуация по-прежнему остается напряженной и поэтому медики настойчиво рекомендуют вакцинироваться. На данный момент в Гродницких поликлиниках прививают российским спутникам. На следующей неделе ожидают партию китайской вакцины. Пока только иммунизация является единственным способом предотвратить болезнь либо перенести ее в легкой форме. К слову, процедура по одобрению российского препарата «Спутник Ви» практически завершена. Всемирная организация здравоохранения подтвердила информацию о том, что процесс находится на финальной стадии. В ближайшее время в Россию прибудут специалисты ВОЗ для оформления документов по вакцине «Спутник Ви». Об этом сообщают зарубежные информагентства. Представители организации, разрабатывающие препарат, подтвердили информацию на своей официальной странице в микроблоге. В БСМП прошли плановые учения по отработке действий персонала одного из отделений больницы в случае возгорания. Готовность медработников к нестандартным ситуациям в больнице скорой помощи проверяют дважды в год. И это только масштабные эвакуации. Этой осенью весь алгоритм действий в чрезвычайной ситуации показал персонал отделения патологии беременности. Для специалистов этого этажа самое главное – спокойствие их пациентов. А потому в случае возникновения внештатной ситуации действия медсестер и врачей должны быть четко отлажены и скоординированы, чтобы не вызвать лишней паники или волнения. Дежурная медицинская сестра Юлечка чувствует запах дыма визуальный. Все вперед, действуйте. По сценарию на этаже было обнаружено плотное задымление. Поставая акушерка тут же отправляется проверять ситуацию и как только понимает, что тревога не ложная, сообщает в дежурную службу 101 или 112, объявляет пожарную тревогу на этаже и информирует о происшествии персонал отделения и заведующую. Уже в следующую секунду младший персонал получает команду на эвакуацию пациентов отделения. В транспортировке лежачих больных, к слову, помогают специалисты противопожарного звена учреждения. За таким нешуточным, максимально приближенным к реальности экзаменам пригласили понаблюдать и заведующих другими отделениями БСМП. Чтобы они посмотрели. Потому что цель не только дать практику руководству отделениям, персоналу отделения в действиях при возникновении пожара, тушении, пожароэвакуации, но также показать руководителям остальных структурных подразделений, как действует отделение, с тем, чтобы проверить наши алгоритмы. У нас имеется алгоритм инструкции проверить, как они работают. Для отделения патологии беременности, надо сказать, такая проверка на прочность вовсе не стала неожиданной или очень сложной. Все потому, что персонал этого этажа регулярно отрабатывает алгоритмы действий при возникновении ЧПМ, причем разного характера. В этот раз, к слову, с нестандартной ситуацией справлялись порядка 15 медработников отделения патологии беременности. Через полгода, сообщают в медучреждении, плановые учения будут проходить дежурные специалисты отделений и уже в нерабочие, то есть в ночное время суток. Октябрь подходит к концу, в квартирах греют батареи, а вот в частном секторе, преимущественно в старых домах, гродницы отапливают жилье с помощью печей. При этом каждый, кто пользуется таким видом отопления, должен тщательно готовиться к сезону холодов. Печи, находящиеся в доме, должны быть исправны. Для того, чтобы еще раз напомнить жителям нашего города о правилах пользования печным отоплением и оценить их подготовку к осенне-зимнему сезону, МЧС с 18 по 29 октября проводит акцию «За безопасность вместе». Рейдовые мероприятия проходят в домовладениях одиноких, одинокопроживающих семей, престарелых граждан, а также семей, дети которых находятся в социально опасном положении. Специалисты проверяют противопожарное состояние и выявляют адреса, где эксплуатировать печь небезопасно. К слову, в Гродно, в старых районах, находится достаточно много домов, где используют печное отопление. Так, например, немало частных строений, оборудованных ими, расположено на участках улиц Реймонта, коммунальной, вдоль улицы советских пограничников и на Грандической, так как она является бывшей деревней, которую присоединили к городу. Ежегодно с наступлением холодов статистика говорит о том, что количество возгораний из-за неисправного печного отопления увеличивается. Если говорить о статистике, то с начала 2021 года в городе Гродно из произошедших 62 пожаров, три произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже эксплуатации печного отопления. Чтобы не допустить пожар, важно регулярно следить за исправностью дымохода. Прочищать его от сажи требуется каждые два месяца. Топить печь рекомендуется два-три раза в день и более полутора часов. Она должна иметь самостоятельный фундамент. Перед ней в обязательной форме прибивается металлический лист размером 50 на 70 сантиметров. В самой печи не должно быть трещин и щелей. Дымоход в обязательном порядке требуется оштукатурить и побелить известковым раствором. Также напомним, печь нельзя топить менее чем за два часа до отхода ко сну. Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды провела рейд по контейнерным площадкам и выяснила, сортируют ли гродницы мусор. Согласно закону об обращении с отходами, нужно разделять пластик, бумагу, стекло и отправлять их в отдельные контейнеры. Насколько щепетильно соблюдает это правило гродницы, выясняла наша съемочная группа. Привычка выбрасывать весь мусор в смешанные отходы давно и сжила себя – и экологически, и законодательно. Сегодня гораздо рациональнее заниматься раздельным сбором мусора и отправкой его на переработку. Там он служит сырьем для производства новых товаров. В особенности это касается бионеразлагаемого пластика и бумаги. Вторую жизнь получает и стекло. Главное – правильно сортировать и использовать контейнеры исключительно по назначению. Хоть это и требует дополнительных усилий, которые не всегда есть время и желание прикладывать. Мусор выбрасывала, и там оказалась пластиковая формочка. Там фарш был, вот пластиковая формочка оказалась. То есть я не рассортировала. Хотя я делаю всегда, сортирую бутылки молочные или там какие-то бумагу сортирую. Ну так вот получилось. Просто спешу очень сильно. Сказали, если ещё раз попадусь, значит будет штраф. В ходе рейда оказалось, что большинство грудницев о разделении мусора знают. Некоторые даже следуют правилам. Но по какому-то стечению обстоятельств большинство просто не обратило внимания на то, что попало к ним в пакет для отходов, отчего жители областного центра ещё больше терялись. Привели к Лизе, не смешанное, не распределили распасованное мусор. Я не знаю. Обычно распасовывают. Ещё одной актуальной проблемой являются незакрытые контейнеры, которые в Гродно облюбовали птицы. В поисках пропитания они готовы разрывать пакеты с отходами и безжалостно растаскивать мусор по округе. Для того, чтобы этого не допустить, всего лишь нужно закрывать контейнеры. К слову, обычно об этом забывают даже те, кто сортирует мусор. Как правило, наши граждане сознательно сортируют, но среди них попадаются люди, которые просто-напросто принципиально не сортируют свои отходы, чем они нарушают данную статью. За данное правонарушение предусмотрена ответственность на физическое лицо до 30 базовых. На индивидуального предпринимателя, если он совершает такие противоправные действия, до 100 базовых, на юридическое лицо до 1000 базовых. По результатам сегодняшнего рейда были установлены нарушения, допустившие физические лица будут привлечены к ответственности по статье 16.44, часть 3. К слову, за последние два месяца в Гродно было зафиксировано порядка нескольких десятков случаев, когда жители областного центра выбрасывали вторичные материальные ресурсы в контейнер для смешанных отходов. И это только те случаи, которые официально зарегистрированы. На самом деле их может быть гораздо больше. А между тем, разделять мусор не так-то и сложно. Это может заняться, а силы всего несколько минут. В ходе этого рейда, а это всего несколько часов, сотрудниками инспекции было составлено 6 протоколов и вынесено 5 предупреждений по соблюдению закона об обращении с отходами, в котором ясно прописано, что физические лица обязаны осуществлять раздельный сбор мусора. К слову, в перспективе подобные рейды будут продолжаться на постоянной основе и охватят весь город. Ольга Пранкевич, Андрей Шаповалов, Новости, Гродно+. Чуть больше месяца назад сотрудники Следственного комитета Беларуси отмечали десятилетие со дня образования ведомства. В честь юбилея специалисты Управления комитета по Гродненской области принимали поздравления в виде концертных программ и благодарностей. Однако на этом череда событий, приуроченных к профессиональному празднику, не закончилась, и в октябре прошли тематические фото-выставки «Присяга молодых специалистов» и «Встречи с ветеранами». Финальным этапом празднования стала посадка аллеи в Калужском парке. Там в оседине появились 15 саженцев березы. В экологической акции принимали участие как молодые специалисты, так и уже опытные исследователи. С учетом того, что для деревьев в сентябрь не самая лучшая пора года для высаживания, мы перенесли на октябрь, когда надеемся, что те деревья, которые мы сегодня посадили, они примутся, они будут радовать гродненцев. И в этой акции участвуют наши исследователи абсолютно добровольно, участвуют с радостью. Посадка деревьев в качестве подарка для города была выбрана не случайно. Специалисты Следственного комитета по Гродненской области регулярно принимают участие в экологических акциях. А потому пополнять аллею новыми саженцами деревьев следователи теперь будут ежегодно. Это станет традицией управления. Мастера из Волковыского района представили выставку ремесел в Гродненском центре народного творчества. Около 140 работ, которые создавали 15 авторов, выполнены в различных техниках декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Главной отличительной особенностью экспозиции являются изделия, созданные в технике простого двухнетевого ткачества. Это самое распространенное плетение, которое много лет назад служило универсальным способом создания одежды, покрывал и ковров для наших предков. Такие изделия до сих пор хранятся во многих деревенских домах Гродничины. Для Волковыского района простое двухнетевое ткачество является частью культурного наследия. В 2016 году, к слову, изделиям района в этой технике присвоили статус историко-культурной ценности нематериального проявления творчества. Мастера Волковыского района также представили экспонаты в редкой технике вышивки лентами. Она, к слову, зародилась еще в Древней Греции, а в наши края пришла значительно позже. Сегодня изделия с такой вышивкой пользуются большой популярностью. Лентами вышивают на одежде, скатертях и покрывалах. На выставе можете побачить и ганчарные вырыбы, и лепку с керамики, и соломоплятение, так само габелин, ручное ткачество, ткачество поясово на бердечку и дошечек на Деи Развадовской. И еще там у другой части зале у нас представлены работы мастера розьбы по Древе, такой нетрадиционной розьбы. Это лесная скульптура, которые работают, створяя ее с короней и сучков Древе. Веда этого Волковыского района богата народные таленты. И вельми много у нас талиновитых мастеров. На выставке также представлены керамические расписные куклы. Среди экспонатов можно встретить кукол в национальных костюмах, а также персонажей из известных мультфильмов. Немало на выставке изделий из глины. Причем увидеть можно не только предметы быта, посуду, но и картины. Гончарное искусство – это одно из направлений, которым особенно гордится Волковыский край. Гродинский театр «Кукол» приглашает маленьких театралов на спектакли «Выходного дня». В субботу, 23 октября, вы увидите приключения знаменитого утенка Тима и его друзей. А в воскресенье, 24 октября, историю Белоснежки, которую расскажут гномы. Взрослых зрителей в театре «Кукол» будут рады видеть в пятницу, 29 октября, на спектакле «Поэма без слов» по произведению Янки Купалы «Сон на кургане». Подробности на сайте игроднолялька.бай или по телефону 55 98 15. Сейчас новость для тех, кто предпочитает культурному времяпрепровождению – спортивная. Продолжается футбольный чемпионат Беларуси. В рамках 27-го тура Гродинский Неман на своем поле примет ботэ. Игра состоится на стадионе «Неман» в пятницу, 22 октября. Начало встречи в 20.00. Приходите и поддержите любимую команду. И, конечно, не забывая при этом о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Ну а я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин